Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка. И очень интересный комментарий пришёл от Оксаны Смирновой. В нём заложена хорошая беседа, и вы её сейчас услышите. Но сначала прочитаю комментарий, потому что он сам по себе уже имеет значение. Батюшка, вы на моего отца очень похожи и внешне, и манерами. Просвещайте, пожалуйста. Я тут встречал замечание «Первейший заповедь не убей». Одна женщина написала или «Почему святоши от церкви благословляют оружие? Хотят, своей святой водой плескают» и так далее. Вы, как священник, человек, имеющий образование и сан, всё же обязаны, раз уж поправляете безграмотность, что сейчас не удивляет уже со своей стороны смотря. «Первая заповедь – нет никого, кроме Бога, и Бог должен быть у каждого». Это первая заповедь. «А не убей» – это шестая заповедь. После четырёх божьих и родительской, пятой получается, это заповедь о двух концах. Убийство – грех, но и позволить себя убить кому-либо – тоже грех, против шестой заповеди. Поэтому, что это будет уже соучастие или помощь в убийстве, нужно сопротивляться, бороться, противодействовать. Нельзя позволять себя убить, потому что иначе это грех против шестой заповеди. Позволить себя убить – это соучастие в убийстве, разъяснить заповеди. Дальше у неё про молитвы, но мне понравился вопрос. И начну с того, Оксана, что у нас заповедей Христовых не десять. Ты взяла список заповедей Моисея, которые даны в Ветхом Завете, и там действительно «не убей» является шестой заповедью. А эти заповеди не сработали. Мы с вами видим, как очень соблюдающие эти заповеди фарисеи, садукеи, ну и вообще иудеи распяли Христа, убили Христа. Хотя считали, что они самые верные в исполнении этих заповедей. Поэтому какое-то время христианство эти заповеди не вспоминало. Они были не нужны, поскольку Христос дал свои заповеди. Нет, там есть и эта заповедь у Христа, где он усиливает её. Не просто «не убей», а кто гневается на брата своего, уже подвержен Синедриону, то есть суду подвержен. А кто скажет брату рака, то есть сумасшедший, или негодный, или плохой, то есть тот гиены огненной заслуживает. Так что это не просто «не убей» теперь стало, а уже то, что ты на кого-то разгневался, считается таким же, как убийство. Христос усиливает эту заповедь, потому что, видимо, до этого было нормально. Давай мы гневаемся, ругаемся, распинаем его. Но мы же его не убивали, да и тут не виноватый его Пилат приговорил. Поэтому у Христа не 10 заповедей. Можете просто взять и в Википедии посмотреть заповеди Христовы. И у него есть и вот часть заповедей Ветхого Завета, усиленные, и в том числе про Бога. Сейчас мы вернёмся, она действительно самая важная заповедь. Но есть заповеди святости, 9 заповедей святости. Блаженство их ещё называют, это перевод. Блаженство, святость – это одно и то же. И есть ещё много таких вот рекомендаций в ходе его бесед, высказанных. И в целом их примерно около 40, наверное. Вот так вот конкретно. Ну, в Википедии их столько. Но был же ещё и другой способ внушить нам, как нам нужно жить. Это его личная жизнь. Он пришёл и показал, как нужно жить. И поэтому, когда заповедь читает человек, не соблюдающий вот такие нормы жизни, какие были у Христа, это одно. А когда соблюдается, то есть человек живёт правильно, то это совсем другое, и поведение будет другое. Даже гнев будет другой. Если грешнику гневаться вообще нормально, и он может целыми днями ходить, ругаться, не замечая, то праведник один раз обидев кого-нибудь, или после страдает несколько дней. Ну, так вот. Как-то вот так. Но мы перейдём всё-таки к этой заповеди «Возлюби Бога своего». Как самого себя. Вот так Христос преподал нам эту заповедь о Боге. Не просто у тебя нет других богов, кроме Бога твоего. Это правильно и не должно. Но мы видим, что их столько навыдумывали, этих богов. Во времена даже иудеев и другие люди жили с другими богами. И сейчас полно с другими богами живут. Много ли тех, кто Пресвятую Троицу славит? Много. В православных християх достаточно много. Да и неправославные некоторые принимают. Но на планете больше тех, кто не принимает, кто других богов имеет. И эти боги у нас называются идолами, кумирами. Ну, смотря как ты к нему относишься. Поэтому эта заповедь действительно первая, на мой взгляд. А не «не убей», поскольку именно от неё идёт уже всё остальное у человека. Если он соблюдает эту заповедь, то он становится праведником. Я думаю, что прям вот достаточно одной этой заповеди. Хотя, скажем, тот же Лев Толстой сократил до четырёх заповедей, все заповеди Христовые. Но на самом-то деле, если мы задумаемся, то Господь, Он полноценен в любой своей части. И поэтому, когда вы говорите «Господи», вы уже сотворяете всю молитву. И все заповеди Его соблюдаете. Когда говорите «Иисусе Христе», опять всё происходит точно так же. Поэтому, в принципе, нельзя отделить заповеди и делить их на тех, кто важнее или не важнее, например. Поставь первую в заповедях блаженство «Радуйтесь и веселитесь» на первое место. Ну, «Гони мы Христа ради» и «Радуйтесь, веселитесь». Это в одну входит в заповедь сгонимости, радость. То уже всё остальное-то милостивые, радостные и весёлые милостивые должны быть. У нас как-то так всё поставлено после, а в конце веселитесь. А если бы спереди было? Она бы была не последняя, а первая. И была бы, на мой взгляд, очень важной. Потому что именно радостные состояния и весёлые состояния тела, они дают человеку возможность трезво мыслить и трезво рассуждать. Теперь о Боге. Самое, на мой взгляд, важное в этом заповеди – это то, что Бога своего. «Возлюби Бога твоего», «Бога своего». Ну, вот по-разному некоторые её переводят. Вот что значит «Бога своего»? Все споры у нас, у религиозников, я бы так сказал, идут вокруг того, а какого Бога любить. Как раз мы только сейчас коснулись. Кто-то любит моно-бога, то есть Бога единого. Мы любим три Бога, то есть Пресвятую Троицу. Кто-то любит вообще целую кучу богов, и у них это всё составляет единое и целое. В той же Индии насчитывается, по-моему, 10 тысяч всяких божеств. Ну и так далее. Ну и в других местах. То есть все любят, как говорится, своего. Почему Господь, вот на мой взгляд, упирает на то, что возлюби Бога своего, твоего? И мне кажется, потому что Он как раз говорит о себе внутри нас. О себе внутри нас. То есть твой-то Бог не там где-то, не в иконах расписанной, не в фигурах воплощённой, не в камнях сидящей, или в пирамидах там, как некоторые, а внутри себя. Царство небесное внутри тебя. И поэтому и говорится, вот того Бога и возлюби своего Бога. Почему своего? Разный у всех немножечко Бог. Нет, Он один, Он всегда полноценный, Он всегда... Но таланты-то разные Он даёт. Подсказывает тому, кто Его принимает разные вещи. Учит жить в чём-то одинаково. Вот мы с вами для общей жизни получаем заповеди, которые Он уже принёс для всех людей. И здесь не касается никого, значит, какой-то национальности, где ты живёшь, в какой местности ты. Большой, маленький, толстый, тонкий. Ничего не касается. Вот заповеди, они для всех. Это Он принёс и воплотился для этого, чтобы мы поняли, как вместе жить, как общим жить миром. Но у каждого всё равно немножечко своё, потому что таланты разные. Таланты разные. Один учёный, другой монах, третье детей рожать способно у неё, много детишек родилось, и так далее, и там подобное. И вот это как раз потому, что у него и Бог свой. То есть вот та часть Бога, которая Ему лично приданная для Его совершенства, она своя, твоя. И здесь, по этому-то, мне кажется, вот это заповеди есть первые. Пока ты не найдёшь твоего Бога и не возлюбишь, как самого себя, кого себя? А вот этого телесного себя? Как мы телесного-то себя любим? Мы и покормить Его стараемся получше, мы и помыть Его, и все удовольствия Ему справить, какие только Ему не придут в голову. Всё делаем, чтобы полюбить, даже до самопогибели это делаем. То есть алкоголик это делает до самопогибели, чтобы насладить себя, кого? Телесного. А Бог показал во Христе, как Он тело, ну, можно так сказать, заставляет жить праведно или учит праведно. То есть Бог учил своё тело, оно не было божественное, это все отцы скажут, что оно было такое же, как у любого человека, но изнутри Бог его учил делать то, что Он делал добро, делал людей воскрешал, слова говорил, в конечном итоге на крест взошёл. То есть вот до такой степени надо любить себя божественного, своего Бога, чтобы ради Него можно погубить и своё тело. погубить или, по крайней мере, ну, как-то в какой-то его держать узде это тело. Иначе оно всю жизнь занимается, чем попало только не своего Бога. И самое-то интересное, что так удобно, когда ты не имеешь Бога внутри. О, где-то там, он там в церкви живёт, а я пойду пьяненький, но церковь обойду. Не буду я на глазах Богу показываться. Почему всегда ставили выше всех крест на церкви, чтобы все видели, и все пьяницы знали, что Бог-то их видит. Смотри, Он смотрит на тебя с креста. Так детишек учат. Думают, что Бог за ними наблюдает. А вы должны учиться понимать, как Он наблюдает изнутри. И представляете, как Он плачет? Бог наш. А в нас Господь, Бог, Слово. Иисус Христос. Дух Святой. Пресвятая Троица в нас, в каждом. И вот представляете, как Он мучается от того, что вы не можете Его возлюбить, как самого себя. То есть вот всё отдать Ему для своего совершенства. и, естественно, понимание того, что Он внутри, приведёт вас и к выполнению всех заповедей. Поскольку, как только вы осознаёте, что Бог-то здесь, Он никуда не девался, и вот, а как Богу жить на этом свете? И как сказано? Всё, всё сказано как. То есть, будь милостивый, будь кроткий, будь добрый, гонят тебя, воспринимай это с радостью и весельем. Всё сказано. Больше того, мы вспомнили и десять заповедей Моисеевы. И по существу новое человечество – христиане. Это новое человечество. Это новый Адам. Все остальные – это старое человечество. Они старыми живут, заповедями, и относятся к старому миру. А новое человечество – оно соблюдает заповеди Божьи. Оно учится с ним общаться внутри его. Поэтому будете спать ложиться сегодня, вспомните, Бог не спит. Бог все ваши сны даже видит. Не то, что вы делаете. Будете завтра просыпаться, вспомните, что он здесь, он ждёт. А что? На что ты время-то потратишь? Опять тело начнёшь ублажать? Сейчас тут вот приготовление начнёшь заниматься. Ну, кстати, на канале Спас моя любимая передача – это монастырская кухня. Вот где человек от души как-то делает дело. И совершенно без всякой хитрости на мой взгляд проповедует таким образом добро. Вот так, мои хорошие. так что возлюбите Бога своего или возлюби Бога твоего, и кроме его для тебя никого нет. Никого нет? Вот он здесь. Дальше нет. В каждом тоже есть Бог, но это их. Это в них часть Христа. Все мы вместе, и есть Христос. И поэтому и говорит апостол перестаньте называть отцом, перестаньте называть значит учителем там себя или ещё что-то. Поэтому я называю себя батюшкой. Вот. Исхитрился так. Называйтесь братья и сестры. Поэтому братья и сестры, Бог внутри вас, Бог с вами, это ваш личный Бог. И он вам даёт талант, даёт силы. Силы иногда такие невероятные даёт. Я в детстве несколько раз испытывал такую его помощь, как и многие из вас. Там у меня вот сын, например, я вам рассказывал, как в автокатастрофе помог им Господь. Причём у него так несколько раз было. Интересная история у него была. как они врезались в машину. Машина в них врезалась. Ладно, это страшная история. Я вам сейчас эту хорошую рассказываю историю. И хочу, чтобы вы в конце радовались и веселились. Если до вас дошёл Дух Святой, если вы к Нему прикоснулись, то у вас будет радостно на Душе. Будет радостно на Душе. Так что радуйтесь и веселитесь. Господь с вами. Здоровья всем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok